доброе время суток всем у нас сегодня город таллин 20 октября 2023 года день недели пятница с которого всех поздравляю наступают два бесконечных выходных дня у нас за бортом 5 6 градусов жары и рабочий день потихонечку подходит к своему завершению соответственно не только рабочий день а и вся рабочая неделя погода осенне у нас так понимаю заканчивается уже был и снег и град и сильный ветер и вам скажу с утра не свежо с утра уже холодно у нас можно ставить уже на машины зимнюю резину это значит уже есть и заморозки говорят сегодня с утра было скользкая дорога я кстати записан на второе по моему на 4 ноября менять колеса на рабочую машину были сильны у нас ветра аж с балкона где же доме где живу срывала вот это перекрытие из жести сегодня кстати его ремонтировали проезжаем пожалуйста у ее шхот короче как то так все у нас как вы видите холодно приближение зимы чувствуется всякие осадки разные выпадают как я уже сказал снег град дождь и так далее дни стали уже реально намного короче буквально недельки через две-три наступит именно тот момент когда святого дня вообще не будет будет цветать не знаю около десяти темнеть около трех промежутке этого будет такое что-то аля серость если конечно солнце не будет естественно это будет все как-то немножечко слово такое нет не депрессивно а как-то так сказать правильно тяжко будет чувствоваться на душе не только у меня у многих людей кого я знаю никто не любит вот это время года с ноября по декабрь включительно ну ничего не в первый год живем переживем потому что после декабря опять все пойдет на увеличение и будет чувствоваться наверное приближение чего из весны светлых дней и так далее кстати у нас по моему на следующей неделе перевод стрелок на зимнее время на зимнее время то что значит назад наверное да мы спим больше знаю что зимой хорошо на спали на час можно спать больше а летом плохо на сейчас меньше вот как-то так с вами мы не виделись две пятницы хотя позапрошлую пятницу я случайно выложил на другой канал потом не стал чё переделывать прошлую пятницу я был за городом ехал в город кейла думал поснимаю начал снимать потом вы знаете немножечко чувствовал усталость реально обзнать и когда все наваливается за один раз то очень сложно у меня и жена уезжала в отпуск отдыхать соответственно я был один с ребенком были свои были свои хлопоты потом у меня приезжала сестра двоюродная как раз с америки которые не видел с 91 95 года это увидел один раз только у меня мама легла в больницу где до сих пор находится у меня делали ремонт во дворе сносили асфальт приходилось что-то думать насчет ну как с двумя машинами крутится у меня на работе было просто дикая неделя прошлое и вот так потом подумал нет начал что-то снимать потом они будут и говорить особо нечего говорить только что можно что потихонечку ремонт завершается у нас в городе потихонечку что-то открывают хотя чувствуется что до конца года ничего не сделают пробки у нас не уменьшается сейчас люди возвращаются пусков смотрите вот едем в толпе машин также как и со спортзалом если ты приезжаешь туда после пяти не пройти не проехать вот здесь на хитро можно встать включить лицо кирпичом точно так же сама здесь поступали и кто-то там да пропустит вот как-то так экономическая ситуация не только вы стою в эстонии но во всем мире сами знаете не очень а политической вообще говорить не я нечего честно говоря приятнее посмотреть какой-нибудь фильм ужасов там менее страшно то что сейчас происходит по экономике когда все все что-то ожидают никакого у нас плохого что-то ожидает также кефта я не все что-то думает о что будет ну да у нас чувствуется да плохо плохо у нас со многими чем плохо даже можно сделать какой-то маленький анализ штудируя сайт с предложением о работе где если раньше можно было бы за какие-то полчасика увидеть 50 60 переходящих рабочих новых вакансий то к сожалению сейчас можно все новые вакансии прочитайте посмотреть вечер придя с работы какие-то 10-15 минут посмотреть все что это значит это значит что рабочих мест особо нету у нас безраб безработица увеличивается хотя нет есть милые люди которые меняют работу кстати у меня тоже есть такое желание вчера ударил рабочую машину я выезжает с одного дворика в центре города сразу такое знаете у меня упадок неприятности на работе первым делом надо сменить работу почему потому что именно за сменой работы все проблемы как бы аннулируются да но мне кажется все ерунда поэтому подостыл сегодня уже неприятно 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 случилось печалька выезжал смотрел в левую сторону справа стоит столбик при при повороте не резком а крутом повороте под 90 градусов столбик оказался у меня в борте машины жаль сейчас сегодня ведь и пытаясь поснимать при свете дня ну что ты так гонишь господи боже мой не гоните при свете дня любом случае сейчас еще после спортзала поедем в темноте да вот те новости что я сказал все рассказал больше особо ничего не знаю может сейчас как раз пойду почитаю на работе реально нету времени было заниматься чтение новостей что уже наверное вот точно не делаю если и есть время читать то я читаю сейчас то что связано с моей работой так пытаюсь развиваться обучаться вот кстати мы с вами приехали уже нам местом горит зеленый сигнал светофора значит места есть раз места есть значит все хорошо ну вот как-то так дамы и господа в таллине уже поздний вечер время время за 7 часов начало восьмого что хочу сказать что после спортзал что после спортзал после бани настроение поднимается чувствуешь себя как и называется с как и с как и как и как и отдохнувшим, так что ли? Нет, отдохнувшим не то слово. Более таким воодушевленным. Сразу даже ночью ты видишь все в ярких цветах позитивных. Плохие мысли забываются. И уже думаешь о том, что вот они настали, те два выходных дня бесконечных. Которые больше всего мне нравятся на этой неделе. Как вы видите, у нас темно. Город зато у нас подсвечивается ярко, разными огоньками. Ближе к Новому году это будет все больше, больше и явнее. Так что сказать будет правильно. Деревья, кстати говоря, знаете, что деревья у нас не опали. Но, так как это быть правильно, за эту неделю последнюю, они очень сильно пожелтели. Желтеть они начали где-то недели полторы назад. как ни странно, полтора месяца осени прошло. Но пока, видите, они держатся с точками, все как положено. Честно говоря, я заметил, что очень трудно мне ездить вот в такое время суток, когда темно. И всякие яркие огоньки горят. Просто-напросто не замечаю. Я давно не замечаю людей, не замечаю разметку. Давно это я уже ощущаю. Где-то года так с 2006-2007. когда работал на патрульной машине. По вечерам приходил уже ездить, даже ночью. И вот это вот ощущение, особенно когда дождь прошел, и отражение от асфальта. Так. Ой-ой-ой-ой, это BMW, да? Ну, а конечно же. Как же 20-летний BMW может стартануть спокойно? 40 км в час повесили знак. Не знал. Не знал. Так. Что бы еще такого рассказать? Не знаю, что говорить. Все. Как бы спокойненько. Иногда даже думаешь, почему бы не встряхнуться. Я про город Таллинн. Да и про свою жизнь в частности. Таллинн. 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 Опять же, почему-то не так уж и поздно, а людей почти нету. Я вам даже так скажу, что 7 часов, да, ну начало восьмого, уже четверть восьмого, люди еще с работы должны возвращаться, очень многие, и обычно стоит на остановках людей побольше как-то. Тем более, все с отпусков вернулись, ну не знаю, есть как есть. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот с правой стороны такой вот, видите, постик. Вот такие были штыри в этом, в асфальте, которые отгораживали велодорожку в проезжей части. Вот на такой вот штырь как раз я и наехал. Я не понимаю, просто вы сейчас думал, как я мог сразу две двери заменить? Не понимаю, я понимаю, в одну дверь услышал, а как так получилось, может не сразу понял, что это я. Может быть, показалось сначала, что я просто наехал на что-то там, скажем, ну, на пустую картонную коробку. Ну, может быть, ну, может быть. Так, ладно. Кстати, я смотрю сейчас с правой стороны у нас гирлянды уже вывесили. Вот, видно, да? Хотя, если не ошибусь, по-моему, не знаю. А вот здесь красота у нас. Здесь у нас новое здание. Здание КАПО. Кайция полиции. С левой стороны, с такой красивой подсветкой, доброй такой подсветкой. Кайция полиции, это полиция защиты. Если мы проведем параллели с другими странами, если возьмем Россию, это ФСБ. В Украине это СБУ. В Беларуси это КГБ. А в Америке, не знаю, на ФБР, ЦРУ, ЦРУ или все вместе взято. Здание красивое, новомодное. Сейчас работа закипит. Помню давнюю историю такую, когда я учился в университете. У нас были парочка полицейских тоже училась. Ей рассказывали, что когда приходил новый начальник, а так говорить, в 90-х годах, начало 2000-х, да и вообще, очень часто менялись руководители полиции и говорит, приходит новый, говорит всем, хватит сидеть в кабинетах, всем на улицу патрулировать, давайте работать. Ну, говорит, вот выходим на улицу, патрулируем. Приходит следующий начальник, меняет его, хватит гулять, ничего не делаете, да дела лежат. Всем в кабинеты работать, за дела всем. Ну, все, мы возвращаемся, говорит, в кабинеты работаем. То, что я слышал, за что кто-то за то и продал. Так, что-то я себе перегрел в машине. Слишком сильно запустил себе, вот сейчас, не знаю, кстати говоря, теплый воздух запустил, сейчас такой, типа что-то дождя, то ли такого мелкого снега, то ли что-то град, а снег, кстати, я вам рассказывал еще, когда было светло, что он был и был такой, что реально, как зима. Если не ошибусь, а вчера или позавчера он мел? Так, я хочу в правый ряд. Обгоним вот всю эту команду справа, и красиво попытаемся поместиться в нужный нам ряд. Вот так примерно это выглядит. Так, ипподром. Ипподром у нас еще не сносят. Обещали там большой-большой-большой торговый центр, бизнес-центр. Туда должен был перейти один из больших банков Эстонии. Там должны были быть квартиры. Но что-то это все стоит, и пока только в этих проектах. Но, хочу заметить, есть такая, такая, или такое, господину Кор, Кор, микрорайон. Или скажем, район. Район в мануфактуре. Это возле бывшей балтийской мануфактуры. Я как-то рассказывал, показывал даже. Там стройка идет. Там реально, я думал, что стройка сейчас встанет. Нет, дома строятся. Даже ломается что-то. Все кипит, бурлит. Как будто бы ничего не происходит. Я вам вообще скажу, что, как бы там ни было, но краны строительные все равно стоят в таллине. Возможно, там говорят, это настраивается, старые проекты. Нет, строится. А вот ипподром с правой стороны, вот как-то его не начали делать. Я не знаю почему. Читать надо. Возможно, что-то со сроками, может быть, сдвинули туда. Я скажу так, что там грандиозная стройка должна быть, потому что ипподром это не стадион. Там реально огромное, просто-напросто огромное такое поле, площадка, так что и сказать. Ничего. Подождем, увидим. Когда-нибудь все будет вообще хорошо и отлично. Мы, кстати говоря, такое ощущение, что сейчас зима. Не знаю почему. Возможно, это 4 градуса, которые на улице. Возможно, это темнота. Возможно, это такие ярко выраженные всякие подсветки, огоньки, как обычно бывает зимой. Вот так вот. Пока мы приехали, ничего себе нового не показал. Рассказал, что знаю, что мог. По сути, ничего, наверное. Мысли свои не выражал, мнения тоже. Так чисто ездил, фантазировал. Поэтому на всем мы закончим. Всем мира добра, уважения к друг другу, осторожно на дорогах. И всем вам спокойного города, как наш Талин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!